Сезон 2021, вот открываем, начало апреля. Весна, конечно, холодная еще, мало чего активничает. Ну вот сейчас обнаружили, выполз с зимовочной ямы уш обыкновенный. У нас в Николаевской области вводится два вида уже. Это водяной уш, которого все шахматной гадюкой называют, который не ядовитый. Но его все равно на речках убивают. И обыкновенный, который мы привыкли всех называть желтыми ушками. Сейчас я его достану, покажу. Еще рано, конечно, вот он залез под камень. Молодой, маленький ужонок. У нас редко их увидеть желтыми, потому что у нас не так много болот. Он больше к болотам приурочен. А вот у нас уже водяные уши. Их чаще встречаешь на речках. Такие ближе к центральной Украине. Вот Киевская область, где я очень много. Я там до полтора метра видел самку-ужа. Они еще очень сильно пахнут. Воняют рыбой. Но сейчас очень рано. Он очень неактивный. И не воняет. Вот такой вот ужонок. Один из представителей змей Украины. Уже подобные. Красивый. Только с зимовки выполз. А уже видно, попал, видимо, или под дождь. Или где-то плавал. Здесь есть недалеко болотца. Всякие пруды. Тоже чистенькие. Чаще всего они из зимовочных ям выползают все в земле. Грязные. Вот. У меня руки теплые. Он медленно ползает. Греется. Сейчас его потрогаем. Немножко изучим. И будем отпускать. Видите, что интересно. Вот у обыкновенного ужа тоже расцветка живота. Такая же, как и у водяного ужа. Только почему-то этого ужа не называют шахматной гадюкой. А нашего водяного называют и убивают. При том, что он обычный уж. Просто без ушек. Если вот приблизить. Вот мою руку. Голову. Видно, какие яркие у него эти желтые. Они желтые, оранжевые бывают. Тускло-белые. Разного оттенка. Точно так и водяные уже без ушек. У них разный оттенок пузика. Есть даже красного цвета. И многие считают, что если красного цвета, значит ядовитое. Нет. Это все просто от цвета зависит. Они разных оттенков бывают змеи. Все зависит, где они живут. Какая была популяция до этого. То есть все как у нас. Есть смуглые люди. Есть светлокожие люди. Вот такой вот малыш. Смотрит ищет, куда ползти. Он еще даже не понял, что его поймали. Еще холодно. Сейчас его отпустим. Где-то здесь он еще будет греться. Я надеюсь, что через года 3-4 увижу его, еще встречу, чтобы глаз порадовал. Вот такой вот один из ушей Николаевских окрестностей. Ну, в принципе, все, что я хотел рассказать. Просто то, что это обыкновенный. А у нас есть еще водяной. И вот я еще 10 раз это могу повторить, потому что мне жалко. Водяных ушей убивают. Считают их ядовитыми. Но это точно такой же уш. Он точно так воняет, перекидывается мертвым. Вот такие вот дела. Ну, будем отпускать его. Не будем уже мучать его. Отпустим его. Пусть ищет какие-то полянки, где нагреться. Быть активным. Потом поползет уже ловить. Ну, все.